Всем привет! Сегодня будем с вами управлять DC-DC преобразователем при помощи ЦАП. Наша задача – получить на выходе преобразователя линейно регулируемое напряжение в максимально возможном диапазоне и с минимальным шагом. Честно скажу, раньше мне больше нравился вариант регулировки дигипотом, и он действительно неплохой и максимально прост для расчёта. Но дигипоты не получили такого развития, как ЦАПы, которых сейчас много, они сильно дешевле, обладают большим разрешением и уже имеются на борту даже у микроконтроллеров не самых навороченных серий. Ну а благодаря встроенному буферу мы можем пренебречь выходным сопротивлением ЦАПа, и всё становится сильно проще, в чём мы сейчас и убедимся. Для тестов я возьму ардуинку, преобразователь на ST1S41, мне этот чип нравится, он умеет выдавать полное напряжение питания и вполне подходит под мои задачи. И модуль ЦАП с Алиэкспресс на базе MCP4725. Это 12-битный ЦАП без встроенного источника опорного напряжения, но зато с EEPROM-регистром, позволяющим запоминать настройку выхода до следующего включения. Для начала давайте выведем формулу выходного напряжения на случай, когда у нас в цепи обратной связи стоит обычный делитель, ну или делитель с дегипотом в качестве нижнего резистора. Если вам формула неинтересна, перемотайтесь на следующий таймкод, а мы приступим. Будем исходить из того факта, что преобразователь всегда стремится установить выходное напряжение таким образом, чтобы на средней точке делителя получилось напряжение, равное опорному. Это в общем понятно. А если не очень понятно, посмотрите мой ролик про управление DC-DC с помощью дегипота. Так вот, исходим из того, что в средней точке делителя у нас всегда будет напряжение, равное опорному напряжению для нашего преобразователя. У нас это 0,8 Вольта. По второму закону Киргофа получаем, что выходное напряжение равно сумме напряжения на R2, которое у нас равно опорному, и напряжения на R1. По первому закону, или правилу Киргофа, ток через R1 равен току через R2. И поскольку сопротивление резисторов известно, то мы легко можем вычислить этот ток, который равен ВРФ, делённый на R2. Стало быть, выходное напряжение у нас получится ВРФ плюс И1 на R1, что равно ВРФ плюс ВРФ, делённое на R2, умноженное на R1. Выносим ВРФ за скобки и получаем такое выражение. На самом деле, можно было просто взять формулу для вычисления напряжения на делителе и из неё получить Vout. Но нам полезно было пойти именно таким путём, чтобы дальше было понятней с ЦАПом. Да, и мы тут предполагаем, что сопротивление фидбэка входа преобразователя у нас стремится к бесконечности, и потому его в расчёт не берём. Ну а если мы добавим в среднюю точку дополнительное напряжение при помощи ЦАП и резистора? Схема подключения именно такая. Как тогда это посчитать? Смотрите. Предположим, что напряжение на ЦАП у нас ниже опорного. Тогда напряжение на резисторе R3 будет равно разности ВРФ и напряжение ЦАП. И у нас через эту цепочку пойдёт дополнительный ток И3 по направлению к ЦАП. Отлично, давайте считать. Первый закон Киргофа. Ток через первый резистор И1 будет равен сумме токов И2 плюс И3. И2 мы уже знаем, он равен ВРФ делить на R2. Соответственно, И3 равен ВРФ минус ВДАЦ делить на Р3. ВДАЦ. ВДАК. ВДАЦ или ВДАК? Неважно. Тогда напряжение на R1 получится И2 плюс И3 умноженное на R1. Мы помним, что напряжение на средней точке всегда у нас ВРФ. И несмотря на наличие ЦАП ничего не поменяется, потому что ту добавку, которую он вносит, преобразователь всё равно скомпенсирует. Так что опять второй закон Киргофа. Наше выходное напряжение будет равно сумме ВРФ и напряжение на R1. Подставляем в эту формулу всё, что у нас есть, и получаем, что VOUT равно ВРФ плюс И2 плюс И3 на R1. Равно бла-бла-бла-бла-бла, и в итоге вот такая формула для выходного напряжения в случае управления через ЦАП. Многие наверняка заметили, что первая часть формулы совпадает с формулой, где никакого ЦАП нету. Дело в том, что по сравнению с классическим вариантом на делителе, тут добавляется некоторый дополнительный ток через резистор R1, равный И3. И он даст нам как раз именно это добавочное напряжение. То есть вторая часть формулы – это то падение напряжения на резисторе R1, которое обусловлено нашим дополнительным током И3. Берём формулу на делителе, добавляем это падение напряжения в неё, и получаем всё то же самое. Если предположить, что напряжение на ЦАП выше опорного, то падение на R3 поменяет полярность и будет равно VDAC минус VREF. Ток И3 тоже потечёт в обратную сторону, из чего опять по первому закону Киргофа получаем И1 равно И2 минус И3. То есть ток И3 уменьшит общее падение напряжения на R1. Ну и минус на минус даёт плюс, поэтому формула будет точно такая же. В даташите мы можем посмотреть выходное сопротивление ЦАП и убедиться, что при наличии выходного буфера оно достаточно мало, чтобы можно было его проигнорировать. Вот и вся математика. Я, как всегда, набросал табличку, которая может быть полезна для расчёта номиналов резисторов. Тут в качестве исходных параметров задаётся входное напряжение преобразователя, минимальное и максимальное выходные напряжения ЦАП, их можно взять из даташита или просто измерить, опорное напряжение преобразователя, значения R1 и R2 и допустимый разброс номиналов резисторов в процентах. Начать имеет смысл с резистора R1, можно взять для него значение в районе 50 кОм просто в качестве стартовой точки и дальше подбирать значения R2 таким образом, чтобы в табличке нашёлся такой номинал R3, при котором вы получите устраивающий вас диапазон регулировки. Ну и чтобы ток через ЦАП не превышал допустимых значений. В таблице подсвечивается номинал с наибольшим попаданием в пределы реального возможного диапазона регулировки, в частности вот этот крайне удачный, даёт расчётные значения очень близкие к заданным, что видно по цифре 98%. При таком расчётном диапазоне шаг регулировки выходного напряжения получается 0,003 В, а неактивных шагов будет всего 75 из 4096. Ссылка на эту и на пару других табличек будет в описании ролика. С теорией закончили, давайте переходить к практическим экспериментам. Теперь у меня есть значение R3, это 22 кОм. Ставлю его и смотрим, что получилось. Можем видеть, что даже на не самом лучшем ЦАПе регулировка очень похожа на линейную и покрывается весь возможный диапазон от 0 до напряжения питания. Кстати, в случае с управлением при помощи дигипота такое невозможно, там минимальное напряжение на выходе будет не меньше, чем опорное напряжение преобразователя. Видно, что тут есть маленькая полочка на максимальном уровне, буквально несколько десятков неактивных шагов, которые у нас по расчетам как раз и выходили. Так что можно сказать, что очень хорошо все получилось с расчетом и с подбором номиналов. Понятно, что управление тут инверсное, то есть чем больше напряжение на ЦАП, тем меньше напряжение на выходе. Это просто надо иметь в виду. Из недостатков такой схемы стоит упомянуть увеличение цепи обратной связи на два элемента. Это не очень хорошо, но при правильной трассировке платы это не должно стать проблемой. Здесь у меня фактически навесной монтаж, и мне пришлось сильно увеличить емкость фитфорвард конденсатора, чтобы схема вела себя прилично. Но опять же, на нормальной плате каких-то заметных проблем быть не должно. Ну и никто нам не воспрещает использовать ЦАП, встроенный в микроконтроллер, если, конечно, он есть. Вот так выглядит та же схема на STM-ке. Это G-серия. Работает все точно так же. Тут, само собой, будут другие номиналы R2 и R3, поскольку и диапазон напряжений, выдаваемых ЦАПом, другой. Да, и следите, чтобы ток через ЦАП, это две последние колонки в таблице, не превышал рекомендованных значений. Иначе, как минимум, можно получить нелинейную регулировку и не добраться до краев диапазона. И обязательно надо включить буферный операционный усилитель, чтобы за счет его обратной связи избавиться от выходного сопротивления и повысить нагрузочную способность ЦАП. В остальном никакой разницы по сравнению с парой Ардуино плюс отдельный ЦАП нету. Но тут DC-DC преобразователем напрямую управляет фактически голый камень. Ну, с несколькими кондерами по питанию. Вполне себе круто. На этом я закруглюсь. Надеюсь, тему раскрыл достаточно подробно. Подписывайтесь, комментируйте и будьте на связи. Ну давай. Давай. Да блядь. Блядь. Есть.